Какие самые, на твой взгляд, правильные и полезные тренды последнего времени? Тем более, ты говоришь, что ты очень следишь пристально за западным опытом. Что у нас появится в ближайшее время? У нас появится много интересных трендов с точки зрения, например, удаленной работы. Еще лет пять назад все говорили, вот, когда у нас будет удаленка, да-да-да, да-да-да. А все не появляется. А я в прошлом году, у меня была хорошая такая поездка, Дикси еще организовывала, соответственно, съездила в Штаты и посмотрела самые известнейшие компании. А где ты была? Я была в Калифорнии, была в Пало-Альто, везде-везде, соответственно, посмотрела там и Линкдин, и Гугл, и Майкрософт, и все что угодно. Они немножко по-другому перестроили. Для меня было очень интересно, потому что я много лет проработала в американских компаниях, и хотела посмотреть, что новенько такого появилось. Что произошло, да-да-да. В свое время они тоже удаленкой очень сильно увлекались, там было FlexTime, когда ты мог работать там и так, и так, по-разному совмещать работу. Нам это шло с отголосками намного позже, естественно. В Америке сейчас вот уже нет уже всей этой удаленки. Они предпочитают их обратно в офис, немножко по-другому конструируют, моделируют, соответственно, орг структуру, совсем по-другому это конструируют. До нас это дойдет потихоньку, то есть у нас это тоже появится, я однозначно думаю. А сейчас у нас самый тренд как раз это вот удаленка. Людей в ремонтле дистанционно располагать, с ними вот так вот работать. И даже закон меняется. Я думаю, что сейчас вот как раз в ТК это все уже утвердят полноценно. Пока были только такие предвестники, что называется, а сейчас мы должны уже заработать. Но посмотрим. Ну, это такой один тренд, да. Другой тренд, соответственно, например. Буквально одну секунду. Ты знаешь, прекрасная книга «Правила работы Google». И я для себя отметил следующее, он сказал, что никогда мы бы не создали те замечательные продукты, если бы люди не встречались самых разных профессий, самых разных настроений. За игрой в теннис, за общей столовой. И никогда бы не общались с другими. Именно в общении создается уникальный продукт. Поэтому мы против удаленной работы. Прямо слово в слово, значит, всплываю. Извините, пожалуйста. Второй вопрос. Ну, второй тренд – это однозначно развитие. Развитие талантов, потому что, я думаю, без этого… Это тот талант менеджмент, о котором столько лет говорится, да? Да, да, да. Просто все его по-разному как-то интерпретировали в свое время, да. А теперь это такой полноценный тренд. Ну, что это? Вот скажи русским простым языком. Найти звездочек и растить их дальше. И звездочек делать руководителей у себя внутри. Как? Всегда вот, знаешь, как? Очень… Вот мы проговорили как раз ценностный момент, да. Круто. Это вот потом, это на входе искать звездочек. Вот, человек уже проникся настолько, что он настолько лоялен к компании, он хочет здесь что-то сделать. Если компания показывает стратегию, мы двигаемся, у нас результативность должна быть вот такая-то, обычно появляются, идентифицируются звездочки. Вот эти звездочки, таланты, они очень важны. Если внутри они растут, люди видят, создается имя, что здорово. Смотрите, у нас сколько внутри людей выросло. И это всегда работает, действительно работает. Но это не говорильное, это дела. Ведь когда ты суперлояльный человек, и ты чувствуешь, что компания-то тебе пофиг этим простым русским языком, то что у тебя происходит? Антилояльность. Конечно. Как вот этот, если ты сказал, что я управляю талантами, ведь это же не просто слова, это же деятельность, это же за каждым, знаешь, я всегда считаю, что когда наши боссы или там, или где-нибудь говорят, вот то-то, то-то должно произойти, а я понимаю, за каждым словом стоит система, процесс, человек, операционная какая-то деятельность, кто-то должен это делать, кто-то контролировать, кто-то этим должен следить, это опять же ресурсы. Скажи, пожалуйста, вот талант-менеджмент, это действительно возвратные инвестиции? Это действительно стоит туда вкладывать деньги? То есть однозначно? Однозначно. Я постоянно занимаюсь тем, что слежу за теми людьми, которых мы, Аля, назвали звездочкой, талантами. Они это чувствуют, они знают, что они за тебя звездочкой? Да. И вот как раз я выстраиваю всю систему таким образом, чтобы он это чувствовал, он понимал, что в него вкладываются. Да нет, уже доск почёта я сейчас не использую. Ну вот в простых компаниях, которые люди нас смотрят по всей стране, не все передовые, не у всех многих денег, как выделить звездочкой, как им дать почувствовать? Какую-то там, не знаю, благодарность объявить, грамоту, что сделать? Нет, есть очень благодарность однозначно, это поощрение, да, это определённый мотивационный аспект, который есть, он должен быть обязательно. То есть не похвали русского человека, он не будет дальше результативно свою показывать. Нет, без этого вообще никуда. Самые практичные вещи, ну, например, есть у вас в компании, любой из компаний есть какие-то критичные проекты, которые там выделены как главные. Вот в этом году компания должна сделать вот эти проекты. Возьмите эти звёздочек, этих талантов, привлеките их как соучастников в эти проекты. Пусть вам кажется, что у них не хватает экспертизы какой-то, но у них есть экспертиза в определённой функциональной зоне. Он привнесёт что-то интересное в этот проект однозначно, а для него это будет настолько интересно и важно, что его привлекли в важный стратегический проект компании. Он сидит, ну, участвует во встречах вместе с другими там топами или там зампредами и так далее. Настолько повышает его собственное вот мировоззрение, да, и он просто меняется на глазах, начинает прогрессировать и дальше достигать каких-то результатов. Самый простой, практичный, вроде бы, да, я делаю это неоднократно, да, то есть вот любой проект, раз, давайте позовём наших талантов, вовлечём, они там поучаствуют, да, value будет. Может быть, не супер какие-то там какие-то идеи, да, там сверх такие молниеносные, которые к ним придут, но они вот с точки зрения своей практичности, функциональности скажут, ой, а вы знаете, а вот так не сработает, потому что, и так далее. Для них важно, что их слышат, и их мнение учитывается вот во время этого проекта, например. Практичная вещь. Слушай, ты знаешь, я вот, ну, я испытываю колоссальное удовольствие, разговаривая с тобой. Вот, знаешь, вот бывает такое слово, здесь вот, бальзам на душу. Вот то, что ты сейчас сказала, если люди просто внимательно слушают, о чём мы с тобой говорим, ты, по сути, раскрыла, опять же, ещё раз, ту двухфакторную модель мотивации, да, и что самое главное для человека? Признание. Что самое главное для них? Что его мотивируют, не отнюдь, не деньги, а именно сложностные проекты, отношения с руководством, признание, ещё раз повторю это слово, признание. Когда мы даём этим людям вот это всё, казалось бы, для нас нулевую стоимость представляет, пригласить его в проект, да, посадить его рядом с тобой. Это как завтрак сычагом директором обедом, да. Ведь насколько это классно работает. Спасибо тебе огромное. Вот, ты знаешь, такие, вроде на первый раз простые, но за ними стоит такая глубина, ведь не понимая всего этого, никогда этого не сделаешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!